Приветствую всех, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ. Рад вас видеть, и сегодня на Anivisual.net вышла новая новелла под названием Deadlock. Она коротенькая, но должна быть интересная, ну по крайней мере вот этот фон, который здесь присутствует, выглядит довольно неплохо. Так, одну секунду, я сделаю буквально чуточку тише музыку, и мы с вами приступим к её прочтению. Не знаю, чего ещё ожидать, потому что по описанию мало что известно, но одно ясно, это новелла, где вы, скажем, что-то чуть-чуть детективное, чуть-чуть хоррора, чуть-чуть комедии, короче, всё вместе, но посмотрим. Но музыка так это уже нагнетает. Погнали. Этого не может быть. Их не бывает. Я не верю. Не верю. Не верю. Широко раскрытые от страха глаза девушки блестели в темноте. Она что, плачет? От кого, от кого, от неё подобного не ожидаешь. Слишком она сильная, слишком вредная, оттого крепкая, жёсткая. Даже сейчас, до смерти напуганной, она словно не сама пряталась, а только укрывала подругу. Перепуганная Евочка сжалась в клубочек, вцепилась в плечо Ники, уткнулась в него лицом и тихонечко скулила, тоненько так и жалобно. Даже у меня появилось желание к ней присоединиться и тоже поскулить. Ника её обняла и погладила по спине, успокаивая. Надо же, я и не думал, что в этой занозе есть хоть что-то доброе, что-то хорошее. Порой ошибаться в людях приятнее, чем узнавать, что ты был прав. Эрик, наш формальный лидер, белый как мел, вжался спиной в угол тёмной клубной комнаты и только стучал зубами. Казалось, будто ему приходится хуже всех. Ну да, для парня это второе леденящая кровь события за ночь. Самое время всех успокоить. Но тут в коридоре раздался приглушённый шум. Шаги, невнятное ни то рычание, ни то подвывание. Звуки приближались. Мы все с ужасом уставились на дверь. Твою мать, оно идёт! Оно действительно идёт к нам! Мамочка, мамочка, мамочка! Эрик в своём углу перестал стучать зубами, обмяк и стал оседать на пол. Глаза его закатились. Возможно, ему повезло, в отличие от тех, кто остался в сознании. В наступившей тишине оглушающий громко заскрипела открывающаяся дверь. Я никогда не состоял ни в каких кружках, секциях или клубах по интересам. Меня просто не приглашали. Наверное, потому что не замечали. Иногда иметь такую заурядную внешность – это проклятие. Потому что ты – невидимка. А иногда это дар. Потому что ты – невидимка. Тебя не замечают. При тебе ведут откровенные разговоры, раскрывают страшные тайны. Ты становишься невольным свидетелем того интересного, что происходит в жизни окружающих. Одна беда – это происходит в их жизни, а не в твоей. Но на безрыбье, как говорится, я привык довольствоваться и малым. За первые несколько дней в новой школе не произошло ничего интересного. Учитель меня представил, но решил, что я не пришел. Не заметил меня, сидящего за дальней партой, как это со мной обычно и происходит. Когда люди хотят увидеть новенького, они ожидают чего-то непривычного, незнакомого. Нового. Их взгляд не фиксируется на таком заурядном лице с привычными стандартными чертами. Признаюсь честно, этого недостаточно, чтобы стать невидимкой. Пришлось освоить кое-какие приемчики. Например, не смотреть прямо на людей, только искусом, боковым зрением. Или пореже шевелиться. Так, при необходимости двигаться медленно и плавно. Без рывков. Подгадывая чужие движения. Колыхание занавески, перемещение одноклассников. Подстраиваться под них. В общем, не выделяться. Зато теперь меня не замечают совсем. А значит и не дразнят. Все эти хамелеон, мимик, мышонок и самое обидное, господин, никто. Чтобы меня не называли никем, я сам стал никем. Иногда я думаю, что это было ошибкой. Глупо получилось. Но как-то я уж привык. И теперь смотрю чужие жизни, словно фильмы в кинотеатре. Люди меня не видят в темноте зала. Но сами они у меня как на ладони. Так я и стал свидетелем зарождения клуба потрясающих детективов. Забегая вперед, скажу, что потрясали они в основном своей безалаберностью. Но Эрика, основателя клуба, это не остановило. Потому что у него была мечта. А ради мечты можно даже попытаться простить людям некоторые их недостатки. Ммм, ну это приятно. Фоны хорошие. Спрайтик тоже такой приятненький. Он маленько вот тут вот поломанный чуть-чуть, но в глаза не бросается. Гамма цветовая приятная. В принципе покрашена так просто, но, блин, неплохо. Евочка, а ты заметила какие круги под глазами учителя химии? Как думаешь, почему? Ммм, ну тоже неплохо ведь. Потому что он панда? Я стоял невидимой на расстоянии слышимости и наслаждался очередной беседой одноклассниц. Ника, не имея фактов, уверенно оперировала домыслами. А Ева... Я еще не решил, с какой планеты ее к нам сослали, но слушать ее было одно удовольствие. В последнее время у него стали трястись руки. Можно предположить, что он пьет. И ест. Я чуть не выдал себя. Стоило огромных усилий не рассмеяться в голос, но я справился. И продолжил смотреть в окно, изучая метаморфозы ближайшего кучевого облака. Но он еще и очки стал носить. И темный халат. Я думаю, что он косплеит Гарри Поттера. Нет, Евочка, что он умирает. Темный халат, чтобы не было видно пятна крови, когда она у него носом идет. Ева посмотрела на подругу с таким восхищением, словно доктор Ватсон на Шерлока в те времена, когда они только познакомились. И эксцентричный детектив развлекал своего нового знакомого демонстрацией своих талантов. Ну, я-то видел, как наш химик на переменах шпилит в онлайн игруху с телефона. А значит, уже не может даже без нее на работе. И дома все время проводят за компьютером. Отсюда и круги под глазами, и зрение севшее, и времени отсутствия на стирку белого халата. Но отверстие Ники веяло зловещими тайнами и трагедией. Пусть пожалеет бедного учителя, может и химию подтянут из жалости. Возле девчат материализовался еще один наш одноклассник. Будто сидел все это время в засаде, а теперь выскочил на перерез своим бедным жертвам. Сейчас начнет их терзать. Интересно, чем. Здравствуйте, девочки. Не хотите ли поговорить о Боге? Не Бог удержался от этой шутки. Блин, я Эрика как более такого ботанистого, что ли, представлял, но, блин, все равно классно. Хорошо, Эрик, ты такой Эрик. О Боге нашем Одине? Я угадал. Бог един. И с чем едим? Бедолага подавился заготовленной речью. Неудивительно. Евочку умеет ошарашить. Особенно неподготовленного человека. Блин, там классно Евочка называет ее, не Ева, а Евочка. Все дела. Эрик у нас не набожен. Читая, ну, читает он отнюдь не Библию, а из кармана торчит лупа. Думаю, его страсть это детективы. На этот раз к восторженному взгляду Евы прибавился восхищенный взор Эрика. Я разделял их мнение. Иногда Ника попадает в цель и делает это весьма изящно. Т-точно. Именно об этом я их... Хотел поговорить. Видишь, как разволновался. Ха, как у доски тогда, когда урок не выучил. Тоже заикаться стал. И на смех его не подняли, потому что все девчонки класса считают его умным и симпатичным. Так что парняге, откровенно говоря, повезло. Приглашаю вас вступить в клуб потрясающих детективов. КПД? Серьезно? Это как-то... Потрясающе. По выражению лица вредины Ники, я догадался, что сейчас Эрика озвучит экзотический маршрут для пешей прогулки. Я выяснил, что авиамоделисты, случайно надышаясь клеем, их распустили и отправили к наркологу. Освободилась лучшая клубная комната. Вон там, в конце коридора. Её моментально займут. Но если мы наберём... Мы согласны. Что? Что? Даже мы с Евой удивились. Что тоже удивительно, слишком мало вещей могут удивить нас обоих. Меня удивляют люди. Например, тем, как они одновременно могут быть и плохими, и хорошими. Еву же вчера удивили рисовые шарики. Тем, что не хрустят, когда похожи на ком есть снега. Комната отличная. Ева со мной. Мы в деле. Эрик и Ева синхронно улыбнулись. Видимо, первый уже настроился на долгие уговоры, а вторая просто обрадовалась. Впрочем, Ева часто радуется. Я ей даже немного завидую. Отлично. Вот, подпишите заявление. Осталось найти ещё двоих. И, кажется, есть у меня кое-кто на примете. Счастливый парень в припрыжку. Ускакал в класс. Я же по привычке дождался попутки. Незаметно влился в компанию проходящих мимо взъерошенных школьников. Судя по стеклянным глазам, это были, ну, те самые афеамоделисты. Проходя рядом с девочками, услышал. Не хотела тебя расстраивать, но нашу кофейню закрывают. Зато теперь у нас есть клуб. Отличное место, чтобы проводить там время после школы. КПД – клуб прелестных девочек. Прелестно! Слышал бы это Эрик. Боюсь, его ожидает сюрприз. Прелестные девочки собираются превратить КПД в женский клуб, а не разгадывать детективные задачки или обсуждать книги Чейза и Кристи. Кстати, моя остановка. Я отделился от группы всё ещё немного упоротых моделистов и просочился в соседний класс. Неугомонный Эрик нашёл новую жертву. Пепельно-волосая красотка прижала к груди книгу и, кажется, не успела ещё понять, чего от неё добивается этот перевозбуждённый паренёк из параллельного класса. Хе, звучит как-то немножко двояко. Блин, моя слабость, такие серые, там, белые волосы. Ммм. Только глаза какие-то немножко змеиные. Шерлок Холмс. Эркюль Пуаро. Аллэм Пинктерон. Эжен Видюк. Инспектор Гаджет. О, нет, забудь. А, неважно, главное, мы можем, если начнём, прямо сейчас, догоним и перегоним, превзойдём. Тебя как зовут, кстати? Сабина. Это хорошо, Сабина, что я тебя нашёл. У нас общие интересы. Парень энергично ткнул пальцем в книжку. Девушка поспешно спрятала её за спину. Вот расписание, вот заявление. Подписывай. Бедная Сабина подмахнула листок и бросилась из класса. Вот изверг, совсем запугал бедную красотку. А девочка, к слову, действительно красивая. Я смотрел ей вслед, позабыв про всякую конспирацию. И когда Эрик, с сожалению, оглядывал пустой класс, встретился с ним взглядом. Мы синхронно вздрогнули. Я довольно давно отвык от прямого зрительного контакта, а Эрик... Обрадовался. Вот это маскировка! Ты всё время здесь был, а я даже не... О, ты из этого класса? Я отрицательно помотал головой, безуспешно прикидывая, как и куда ориентироваться. Из того? Парень махнул за спину. Кивок. Мы одноклассники? А, да ты же тот новенький потеряшка! Прогуливал? Помотал головой, вздохнул. Как нет? Тебя ж не было уже... Никогда. Или ты был? Снова кивок. Чего уж теперь, всё равно раскрыли. Эрик похлопал выпущенными глазами и... Расхохотался. Да мне сегодня везёт! Я встретил лучшего конспиратора всех времён и народов! Идеальный сыщик! Самый незаметный детектив! Сработаемся! И протянул мне заявление на подпись. Я взял ручку и задумался. Чё задумался? Всё, ты принял. Блин, классная комната тут эти, конечно же, красные ниточки. Итак, два друга учились в одном классе и сидели за одной партой. На перемене у одного из них из портфеля пропали деньги. Кроме них... Хорош, друг. Деньги спёр. Нужно ещё выяснить, он ли это сделал. Ты условия-то дослушай. Ника сегодня на удивление тихая стояла у окна. Наконец она заговорила. Не перевивая, просто озвучила какие-то свои не очень весёлые мысли. Друзья приходят и уходят. Потому что у них есть ноги. Эрик обалдел и замолчал, и даже выронил свои распечатки. Евочка, это не загадка на логику. Жаль, я люблю логику. Теперь моё лицо вытянулось. И даже Ника оторвалась от созерцания законного пейзажа, чтобы глянуть на подругу. Она такая... забавная. Это ваша логика. Ну, слава богу, всё в порядке. Ева это Ева, её никто не подменил. Я подумал, что имя очень символично. Всё-таки на Земле она первая женщина. С другой планеты. Эрик не выдержал. Отвернулся к стене, плечи его затряслись. Ты... ты что там, плачешь? Да нет, солнышко. Этот гад, по-моему, смеётся. Прозвучало это так угрожающе, что Эрика проняло. Он, не оглядываясь, вытянул руку ладоней вперёд. Мол, намёк понятен, этого не повторится. Хрюкнул в последний раз, вытерав выступившую слезинку, и обратил к нам уже серьёзное лицо. Хоть и немного красное. Смеяться хорошо. Плакать плохо. Логика. Председатель клуба подобрал распечатки, собрал в стопку, постучал ими по столу и сказал неожиданно серьёзно. Так, мы сюда пришли. Дедуктивные методы изучать или кофе пить. Ника промолчала. Вместо неё ответила Ева, зато очень уверенно. Да. И спустя секунду добавила. Тебе налить? Эрик заказил глаза и убрал распечатки в стол. Неужели сдался? Не верится. Всю неделю он упорно прививал членам клуба любовь к детективам. Читал вслух книги, задавал задачки, сам их решал. Радовался своим успехам. Я восхищался его умом и страстью. Уверен, из него выйдет отличный инспектор полиции, но... Да что же это такое? Эти чай пьют без перерыва. Сабина читает. Молча. Как его? Марк. Он вообще не посещает заседание клуба. Это возмутительно. Ева на секунду оторвалась от чашки, чтобы повторить свою последнюю реплику. Да. А я обиделся. Ну, как это не посещаю? Так я же ни одного заседания не пропустил. Ты даже хотел вскочить из своего кресла в самом темном углу комнаты и, например, возмещенно всплеснуть руками. Но двигаться было лень. Я остался в стелс-режиме. На неку тирада председателя не произвела никакого впечатления. Она все так же смотрела в окно. Учителю химии стало хуже. Глаза красные. Осунулся, вечно растрепанный, уставший. Дался тебе этот учитель химии. Вообще-то сегодня он сопровождает нас в поездке. Ты не забыл? Кстати, сколько времени? У кого есть телефон? Мы все сдали телефона на входе. Правила школы. А я свой закопала. Вдруг этот дяденька из охраны его потеряет? Только я забыла, где закопала. Пойду на часы гляну. А вы подождите, я быстро. Парень вышел. Девочки этого словно не заметили. Интересно, его вообще слышали? Девочка, пойдем выйдем. Куда выйдем? Угадай с трех раз. В астрал, в зоопарк, в интернет? Черт, можно еще попытку. В туалет, солнышко, попудрить носик. А у меня пудры нет. Можно я тогда пописываю? Что ответила Ника, я не слышал. Дверь закрылась. И мы остались одни. С Сабиной. Очень хотелось на нее посмотреть, но я боялся, что тогда она про меня вспомнит, заметит, засмущается и тоже убежит. Но она и так перевернула последнюю страницу, посидела с закрытыми глазами, вздохнула и поднялась. Книжка кончилась. Куда она теперь? Домой? На этот вопрос Сабина не ответила. Она и на произнесенные вслух не то чтобы очень... Отвечала. Наша штатная тихоня ушла. Клуб прелестных девушек опустел. Остался лишь я, весь такой непрелестный. И даже не девушка. Бесшумно, по привычке. Вздохнул и собрался немного погрустить, но тут в помещение вломился Эрик с каким-то листком в руке. Девочки, смотрите к нам, что нам подбросили. Это же... Это... Безобразие! Где все? Заседание еще не окончено. Как же меня это все? Он замолчал, бессильно опустив руки. Задолбала? Мы с Эриком вздрогнули. В дверях стояла Евочка. Ты не закончил фразу. Ты хотел сказать задолбала? Эрик кивнул. Похоже, он уже был не таким хмурым. Ева здесь, а значит и Ника скоро появится. Я молодец. Еще одна загадка решена. Правда, у меня были еще варианты насмешила и озадачила. Что озадачила? Кого? Эрика. Ну все. Бывает. Что это там у тебя? А, да. Записку подбросили. Вот. Он бросил листок на стол и как-то неуместно торжественно прихтопнул его ладони. Ника смотрела скептически, а Ева сразу принялась читать. Это ловушка. Вы не покинете школу, пока не раскроете тайну, которая... Чего? Какую к бесам тайну? Это же ты написал, детектив хренов. Почему не покинете школу? Эрик весь жался, можно его понять. Злить Нику не стоило. А он так обрадовался записке. Я не знаю. Ходил смотреть время. А прямо на циферблате вот эта фигня. Вон, даже скотч на углах остался. Наличие скотча Нику убедило, но не успокоило. Ну-ка, встал и пошел. Вот это команда. Я сам едва не вскочил, хотя обращалась девушка к нашему гению дедукции. Все покинули помещение, оставив меня одного. В этот раз я не грустил. Я радовался, что сюжет очередного кино про чужую жизнь приобретает весьма интересный оборот. А еще можно попробовать в нем как-то поучаствовать. Я даже зажмурился в предвкушении. Неужели и я наконец-то почувствую себя живым? Очнувшись от грез, уже совсем было вознамерился покинуть свой импровизированный зрительский зал, состоящий из одного кресла в темном углу клуба. Но тут вернулся Эрик со своим прелестным конвоем. Конвоир Ника металла молнии, а конвоир Е вышла в припрыжку и что-то напевала. Если это не твоя работа, то чья? Да откуда ж мне знать? Я же заперт вместе с вами. В пустой школе без телефона. Приключения! Та-дам! Приключения! Тра-ля-ля! Из любой ситуации есть выход. А если вас съели, то даже два. Нам нужно просто... А вот тебя никто не спрашивал. Это все ты и твой дурацкий клуб. Эрик сник. И даже Ева притихла, хотя лично я был с ней согласен. Приключения же! Но Ника была безутешна. Отчего-то ей очень не хотелось ночевать в школе. Теперь командовать буду я. И первым делом мы... Сядем и подумаем. Ну-ка, все сели. Взяли листочки и начали составлять список предложений. Вот когда пишешь, мысли более дельные голову приходят. Возражений не последовало. Себе дороже будет. Писали не очень долго, но в это время годы... Но в это время года темнеет довольно быстро. И немного погодя раздался голос Евы. А почему темно? Потому что ночь, солнышко. Ответила Ника, судя по всему, на автомате. Но тут же догадалась, что Ева имела в виду негорящие лампы. Мы услышали щелчок выключателя. И еще какая-то сволочь электричество вырубила. Ладно, сдаем листочки. В темносе завозились, зашуршала бумага. А зачем, если букв не видно? Ну хорошо, читаем по памяти. Начнем с... Давайте Евы. Понятно. Сначала Евочка, а что-то разумное оставим напоследок. Разумно. Первое. Пожарить зефир на костре. Это вкусно и интересно. Второе. Порешать задачки на логику. Третье. Устроить конкурс на самую интересную историю. И четвертое. Найти что-то съедобное и кушать хочется. Эрик протянул руку к бумажкам, смял свою и выбросил в урну. Ты чего творишь? Да там, в общем, ничего интересного. Хочешь сказать, что у тебя те же пункты, что и у нее? Серьезно? Эрик засопел. Готов биться об заклад, что он сейчас рад темноте, в которой не видно, как он краснеет. За окном тем временем из-за тучки показалась луна. В комнате стало заметно светлее. О, я могу разобрать буковки. Прочитать еще раз. Не нужно, солнышко. Теперь моя очередь. Первое. Разбить стулом окно. Оно крепкое. Программа по защите от террористов. Ника зыркнул на него так, словно это он оставил окна. Или был как минимум террористом. В общем, вина в любом случае была именно на нем. Второе. Найти стационарный телефон. Они тоже не работают. Школьный АТС от сети питается. И вжался в стену. Боюсь, от следующего взгляда он воспламенится. Или в его шкуре появятся дырочки размером со зрачки Ники. Вскрыть замок заколкой? А ты умеешь? Я могу согнуть заколку в виде сердечка. Я сильная. Выглядит очень миленько. Но, да, бесполезненько. Ну и что же нам теперь делать? И тогда я поднялся со своего кресла. Взвизгнули все. Даже Эрик. Даже Ника ойкнула. Как ты сюда? Ты все это время был тут? Ну ты даешь. Это же новый уровень. Ой. Он осекся, поймав взгляд Ники. А я подошел к столу и бросил на него листок. Что это? Моё предложение. По теме текущего консилиума. Так ты разговариваешь? Я думал, ты немой. А раньше чего молчал? Не спрашивали. Так что у тебя там за предложение? Прочесть до конца записку с часов. Вдруг выберемся из ловушки следуя инструкциям. Ника промолчала. Думаю, наступила её очередь краснеть. А Эрик радостно закивал, схватил записку. Но Ева её перехватила. Я прочту. Можно? Хорошо, давай ты, Евочка. Рыжая замолчала, повернула листок к лунному свету и стала бегать глазами по строчкам. Можно даже вслух. Ладно. Это ловушка. Вы не выберетесь из школы, пока не раскроете преступления, совершенные в этих стенах. Кражу ценной книги у Сабины. Но это может оказаться не самым страшным. Будьте осторожны. Ночь таит в себе опасности и страшные тайны. Наступила тишина. Но длилась она не очень долго. Значит, это она, мерзавка, всё устроила. Чтобы эту свою идиотскую книжку вернуть. Подумаешь, коллекционное издание. Говорила ей тогда, следить нужно за своими вещами. Ох, не сдобровать ей теперь. Йо-йо-й. Но почему же сразу Сабина? Может, это и не она вовсе. Кстати, где она может быть? Мимо меня не проходило, когда время смотрел. Все кабинеты заперты. Кроме клуба и... Эрик замолчал, но мы все хором сказали учительское. Недружно бросились к дверям. Стойте, не так сразу. А предупреждение. Ладно, меня подождите. Мы все знали, что замок в учительской есть, но он неисправен. Открывался с полпинка. Ну, буквально. Нужно оттянуть дверь в сторону и хорошенько толкнуть. Эрик обнаружил это на днях, когда расследовал кражу классного журнала. И даже вычислил похитителя по отпечатку подошвы на двери. Чем очень гордился. Двоечника, исправившего себе пару оценок, тогда поругали. А Эрик возомнил себя настоящим детективом. Вот только замок так и не сменили. Возле учительской все замедлили шаг и притихли. Блин, фоны, конечно, прям очень хорошего уровня. Не хватает только постэффектов немного, но в целом прям вах. А если там ловушки? Капкан или ведро с кислотой? И замолчал, и сообразив, что это уже перебор. Хотя, чего ждать от психопата, устроившего это все? Или какашка под дверью? Даже это то ли шутливое, то ли серьезное предложение не разрядило обстановку. Никто не решался идти первым. Кроме Эрика. Он уверенно потянул дверную ручку и задрал ногу для пинка. Но дверь легко открылась. Это насторожило даже его. Заговорил он шепотом. Даже ногу забыл опустить, так и балансировал в нелепой позе. Что проверим в первую очередь? Может, шкаф? Или холодильник? Кушать хочется. Значит, шкаф. Опустил, наконец-то, ногу вошел и уверенно двинулся к двустворчатой дверце. А мы столпились за его спиной. Эрик-то, оказывается, смелый парень. Он секунду помедлил. А затем резко распахнул дверцы. Они скрипнули. А мы все вскрикнули. Там был труп. Девочки попятились. Да что там? Я тоже зажал рот руками и сделал шаг назад. А Эрик протянул руку, чтобы... Чтобы что? Да все нормально, он не настоящий. Тело в шкафу дернулось. Эрик оглушительно взвизгнул, подпрыгнул едва ли не до потолка и бросился из учительской. А тело начало вываливаться, словно собиралось выбраться и схватить его. Я бы тоже сбежал. Но наш герой сбил с меня с ног. И теперь, лежа на полу, я четко видел, как у трупа отвалилась голова. Очень мягко упала на пол. Развернулась. Девочки, оказавшись шарфом, а изнутри выполз всеобщий школьный любимец, хомяк Поки. Сердце бешено колотилось. Страх, в отличие от трупа, был очень даже настоящим. Я поспешил успокоить девочек, замерзших позади меня. Все хорошо, это всего лишь Поки. Здесь кто-то сложил одежду и усадил в нее хомяка. Зампоапокалипсис отменяется. Ника в полголоса ругнулась, а вот Ева сразу позабыла все страхи и кинулась тискать бедное животное. После очередного утепутит и мой жирненький носик пуньк, я вежливо отобрал его у любвеобильной девушки и вернул в аквариум. Мне показалось, что хомяк посмотрел на меня с благодарностью, прежде чем целиком закопаться в огрызке газет. Ну так, от греха подальше. А чем ты у нас питаешься? Не мозгами же, как мы сначала подумали. Можно твой орешек? Ника выбила из рук Ева ореха и вернула еду грызуну. Не нужно, солнышко, вредно это. Кабинет взглянул Эрик. Вид у него был виноват и пристыженный. Простите, растерялся. Но не должно было шевелиться. Не должно было? Так это... ты? Ответить герой не успел. Из дальнего угла раздался шорох. Облегчение куда-то моментально испарилось. Мы снова сбились в кучку и заглянули за ширму. Не закричал я только потому, что даже девочки шумно втянули воздух. Там была Сабина. Бледное лицо в свете луны, рассыпавшееся по сторонам волосы и... кровь. Так вот о чем предупреждала записка. Это все-таки маньяк. Нет. Нет, этого не было. И тут покойница пошевелилась. И начала подниматься. В этот раз заорали мы все. Так же дружно бросились из учительской прочь, устроили давку в дверях, толкались, сопели. Пробкой вылетели в коридор и не заметили, как оказались в клубной комнате. Не сговариваясь, попрятались по углам, вжались в стены и никак не могли отдышаться, словно худшие в мире ниндзя-астматики. Это... это все-таки зомби! Я хотел возразить, но мысли от страха путались. Не верю я во всю эту чушь, но Сабина... Она там, мертвая. И она... Этого не может быть. Их не бывает. Я не верю. Не верю. Не верю. Широко раскрытые от страха глаза девушки блестели в темноте. Она что, плачет? От кого, от кого? От нее подобного не ожидаешь. Слишком она сильная, слишком вредная и от того крепкая, жесткая. Даже сейчас, до смерти напуганная, она словно не сама пряталась, а только укрывала подругу. Перепуганная Евочка сжалась в клубочек, вцепилась в плечо Ники, уткнулась в него лицом и тихонечко скулила. Тоненько, так жалобно. Даже у меня появилось желание к ней присоединиться и тоже поскулить. Ника ее обняла и погладила по спине, успокаивая. Надо же. Я и не думал, что в этой занозе есть хоть что-то доброе и хорошее. Порой ошибаться в людях приятнее, чем узнавать, что ты был прав. Эрик, наш формальный лидер, белый как мел, вжался спиной в угол темной клубной комнаты и только стучал зубами. Казалось, ему приходится хуже всех. Но да, для парня это второе леденящая кровь события за ночь. Самое время всех успокоить. Но тут в коридоре раздался приглушенный шум. Шаги, невнятные ни то рычания, ни то подвывания. Звуки приближались. Мы все с ужасом уставились на дверь. Твою мать! Оно идет! Оно действительно идет к нам! Мамочка! Мамочка! Эрик в своем углу перестал стучать зубами обмяк и стал оседать на пол. Глаза его закатились. Возможно, ему повезло, в отличие от тех, кто остался в сознании. В наступившей тишине оглушающе громко заскрипела открывающаяся дверь. Ребята, вы чего? Не пугайте меня. Это из варенья? Я его уже вытерла. Прекратите! Я не хотела. Банка упала и меня забрызгала. Я просто проголодалась. Варенье? Где? А там еще осталось? Кушать капец как хочется! Я расхохотался первым. Следом Ника, а за ней сразу Евочка. Просто за компанию. Тут не выдержала и Сабина. И только очнувшийся Эрик непонимающе крутил головой. А я почувствовал сильнейшее в моей жизни облегчение. Она жива. Сабина жива и я жив. Все живы. Теперь все будет хорошо. Ничего хуже случиться просто не может. Никогда. Давай еще раз по порядку. Если это все не твоя затея, то что ты делала в учительской? Книжка была интересной. Сабина замолчала, чтобы отхлебнуть горячего чаю. Ева заварила ей последний пакетик. Видимо в благодарность за остатки варенья. Ну да, это все объясняет. Загадки решены, тайны раскрыты. Всю ночь читала, не спала. Вечером в клубе дочитала, а другой книги нет. Точнее есть, но в учительской. У меня ее преподаватель отобрал, чтобы не читала на уроке. Сегодня я про нее вспомнила, а там же дверь, ну я и... Совершила взлом с проникновением. Голос Эрика был полон восторга, словно это не он только что собирался совершить то же самое. Я нашла книгу, присела на минутку и заснула. А потом проснулась и проголодалась. Увидела банку, попыталась открыть. А та выскользнула, бахнулась об стол брызги во все стороны. А тут еще и шум из коридора. Я решила посмотреть, кому еще понадобилось в учительскую. Вы зашли, перепугали Поки, затем меня, сами перепугались. В общем, вели себя странно. Это мы себя странно вели? Да, все кроме меня. Я здесь одна нормальная. Да, солнышко, ты права. Ну, хорошо. И что теперь нам делать? Продолжить с того места, на котором мы остановились? А на чем вы остановились? Что делали? Мы бегали и кричали. Хочешь с нами? Это весело. Эрик побледнел и отступил в угол, переживая заново еще свежие, в памяти минуты счастья. Что-то я навеселился. Никас похватилась и набросилась на нашего председателя. Стоп! Так это же ты все устроил. Ты уже проговорился там, в учительской. Эрик совсем оробел, глаза его забегали. Затем он замер, нахмурился и... Да! Да, это все я! Вы меня вынудили! Превратили клуб детективов в... В это... В клуб прелестных девочек. Тебе не нравится? Расстроился, что ты не прелестная девочка? Хватит! Это уже перебор! Именно поэтому я и хотел вас проучить! Напугать! Парень успокоился так же внезапно, как рассердился. Вообще-то его можно понять, хотя сам виноват, понабрал сыщиков, а теперь расхлебывает. С другой стороны, действовать нужно было незамедлительно, иначе помещение отошло бы кому-нибудь другому. А он очень хотел создать клуб детективов, это была его мечта, и он делал все возможное, чтобы ее осуществить. На самом деле, сильно пугать я и не хотел. Сразу бы показал, что труп не настоящий, что это первая подсказка. Какая еще подсказка? Ну, в квесте. Знаете эти реалити-квесты, где вас запирают в комнате, и вы должны разгадывать загадки, чтобы выбраться? Очень интересно. Вам бы понравилось, вы бы поняли, что клуб это... Короче, мы бы нашли ключ? Ну да. Я все продумал, и пока ходил смотреть время, все подготовил. Считай, квест пройден. Гони ключ. У меня его нет. Парень совсем с Ника отвел глаза в сторону и, кажется, смутился. Я его выронил, когда убегал. Он выпал в слив, там, где раньше питьевой фонтанчик был, до того, как в столовой кулер установили. Ника зарычала и бросилась в коридор. Боюсь, она вскроет полы, чтобы выбраться из школы. Эрик уже почти плакал. От досады на себя, от обиды на нас, таких неправильных детективов. Как это здорово! Что именно? Здорово придумал! Жалко, ключа нет. А может, пройдем квест без него? Председатель оживал прямо на глазах. Хотя ему все еще не верилось, что кому-то понравилась задумка. Вернулась Ника. Судя по ее виду, ключ было не достать. Я и сам понимаю, какая там ненадежная, какая там надежная решетка, вмрованная в пол. Уронил в нее монету в первый же день в новой школе. Что, ты бы тоже? Я бы тоже прошел квест Эрика, хоть и без ключа в финале. Звучит интересно. Ника набрала воздуха в грудь, но я успел добавить. Евочка предложила. Не трудно было заметить, как Ника относится к подруге. Оберегает. Соглашается с любой глупостью. Что она скажет? Вот и сейчас вся злость Ники испарилась. Она ее подавила усилием воли. И кивнула. Ну, если все согласны. Мы повернулись к Сабине. Чем ее немного смутили. Да, да, конечно. Я согласна. Начнем? И мы начали. Но тут же закончили, потому что ничего у нас не получилось. Ну, а получится, я думаю, в следующей серии. Новелла пока довольно забавная. Так, местами даже интересно. И, может быть, сейчас будет действительно какой-то там такой забавненький квест. И немножко тоже хоррора там чуть-чуть всего вот этого намешано. Местами вопросы грамотности текста. То есть он неплох, но прям совсем пара мест есть, которые так что-то прям по глазам бьют. А так, спрайты приятные, фоны отличные, музычка в тему. В общем, классно. Поэтому, надеюсь, что вам понравилось тоже. Если так, не забудьте это видео там лайк поставить, на канал подписаться, все дела. Вот, и да пройдем мы в ближайшем будущем. Думаю, на днях буквально выложу следующую серию. Может, она последней и будет. Вроде как новелла небольшая. Может, половину мы уже прошли. Все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Крюга ТВ. Увидимся. И всем пока.